снова приветствую дорогие друзья вы смотрите герои войны и денег и сейчас мы опять прогуляемся в гильдии тактиков посмотрим что там и как и возможно опять получим люлей а может быть и не получим может быть победим как в прошлый раз с натягом конечно но победили через жопу вот там в адрес посыпались некоторые сообщения что я ну поиграть не умею ребят можете мне об этом не писать я сам прекрасно об этом знаю снимаю я для вас чисто в развлекательных целях это видео если вы пытаетесь по этим видео чему-то научиться то но я не знаю наверное вы делаете ошибку ну что в ю тубе по данной игре есть блогеры которые играют гораздо лучше чем я тут же артур иванченко страшный хаос и лёша он же нюк ну не точно лучше меня играют и если вы будьте в обучающих целях вы просматриваете бои то пожалуйста вам наверное все таки какие к этим ребятам но тут уж все на ваш вкус и цвет как говорится потом мне еще пришел комментарий о том что я ну что что я тупой то понятно о том что лучше поменьше якобы говорить видео то есть поменьше комментариев да и свои мысли выражать уже чисто после но боя так что и ну ребят если таким образом ставить его просто не проще ли вам просто зайти в протокол боёв посмотреть бой таким образом и все то есть смысл то видео как раз то что ты комментируешь свои действия комментирую что что делаешь а если я буду молча его отыгрывать а потом только скажу что фу было нелегко мы победили когда я не знаю кому это будет надо поэтому кто в принципе кому не интересно я никого на канале не держу пожалуйста ради бога в общем ладно давайте сменим тему гильдия тактиков пойду я снова рыцарем света но уже в качестве бойцовского такого пса а не бафферского то есть как вы могли сами убедиться из прошлого боя на высоких уровнях рыцарь света баффер ну в принципе бафферы они себя уже не очень хорошо показывают потому что баффер это все-таки прерогатива наверное низких и средних уровней тех кто будет поддерживать высоких уровней да то есть допустим если вы рыцарь 14 уровня да там крыться света баффер и с вами в напарник того же 18 или выше уровня и он допустим боец то ему очень и очень сильно пригодятся ваши бафы и там даже скорее всего вы выиграете таким тандемом ну хрен его знать может быть и нет смотря кто будет напротив и насколько будет вам вести вести вашим соперникам так скажем вот значит пойду и басов бойцовским рыцарем статы у меня такие 55 в атаку 46 защиту сейчас объясню почему а я взял полностью ветку дефа кроме стойкости ну тут почему я также почему нельзя стойкость я вышел просто на 4 защиты еще то есть чтобы статиков побольше было а саму стойкость плюс 2 единицы да это как бы универсальный такой билд он и от магии и от физического урона ну по здоровье само собой универсальное я компенсирую уклонением чтобы мы стрелки быстро сильно не упали потому что они ходят в основном после всех остальных стрелков да если напротив будет эльф то эльф естественно покоцает нас если это будет еще эльф атакер с 60 атаки то я думаю моим стрелкам как бы все равно не сдобровать уклонение здесь мало поможет слишком много атаки у меня слишком мало защиты будет у вас значит здесь у нас от маги сопротивление что против магов хорошо было и как я уже говорил защита герой плюс 4 искусная защита взял я на остатки молитву и начальное образование но просто больше ничего не шло несколько статов добрали вот и все в шаблонах таких билдов нету то есть это чисто я посмотрел на легенде примерный билд и собрал подобный вот шаблон показывал другой немножко билд он показывал вот такой пвп воин он показывал воодушевление но тогда если есть у нас воодушевление я не вижу смысла в молитве какой вниз смысл три 보통 из лишь либо ти заяш то есть как правило если рыцарь берет утопо удушевление он постоянно пользуется именно им ему нельзя больше ничем другим пользоваться вот но остальное понятно тоже также назначу берется а если убрать молитву но я щас ничего не могу сделать если убрать молитву не на чем больше не хватает хватает либо на основу света либо на основу чародейства все вот таким образом значит атаки 55 я взял за счет того что у рыцаря света отсутствуют бойцовские навыки то есть у него нету нападения и будем компенсировать таким образом основу нападения и боевое безумие пытаться как-то вот не знаю что получится в принципе бойцами играть не очень трудно гораздо труднее играть теми же бафферами тебя надо владеть обстановкой на поле боя как-то стараться пучковаться по 4 клеточки то есть ты идешь на противника до в атаку и надо как-то еще подстраиваться с себе со своим напарником чтобы можно было на ключевые отряды давать бафы да а бойцом в этом плане проще ты можешь разблести по полю как-нибудь попытаться единственный конечно минус рыцаря атаки raw медленный для этого рыцарь атаки медленные для атаки его стрелки медленные его латники медленные у него единственные быстрые грифоны быстрые чемпионы ангел достаточно быстрые 11 инициатива грифонов самая высокая не на тех нажал вот грифон и получается 10 нахрен вот этих выше всех помада у рыцарей 12 рыцари сами по себе достаточно медленная фракция им хорошо играть именно по стандартному шаблону боевого духа с воодушевлением вот это его ускоряет ну рыцарь света я думаю что следующий раз мы сходим именно обычным классическим рыцарем и попытаемся именно как раз от боевого духа и воодушевлением сыграть то что ему лучше всего идет хотя у рыцаря обычно также очень дешевая ветка света то есть если здесь у нас свет 6 а у обычного по моему всего 7 она тоже стоит вот а вообще рыцарь света классная фракция и она очень легко и удобно себя чувствует в лесу то есть очень хорошо играется в гильдии охотников от бафа от благословения ускорения допустим еще фантом это делать шесть стрелков и щелкаешь всех подряд да вот очень хорошо она себя чувствует эта фракция гильдии искателей потому что в гильдии искателей не надо заморачиваться как в гильдии стражей скольких ты существ потерял и там все достаточно удобно тоже баффером если играть баффером ускорение сидела то рыцарь очень хорошо себя проявляет рыцарь света гильдии стражи немножко хуже гильдии стражи играется баффером дольше по бои по времени проходит дольше и достаточно тяжело в некоторых моментах оставить нужное количество монстров ну своих отрядов чтобы выиграть вытянуть бой на три звезды вот там бывают моменты что приходится потеть как правило всегда фокусе от стрелков боты фокусе от и люди естественно фокусе от вот и я думаю что сейчас нас тоже зафокусе от этого не избежать единственное конечно вот мы сейчас идем в бойцовском билде у нас не будет благословения у нас кроме кары по сути ничего больше не будет только карающие удары и все таким вот образом таким вот качеством так скажем так 30 участников что еще у нас сейчас на сейчас идет ивент защита деревень пройдет он до 29 мая я немножко в него поиграл но мне так это вот честно в тягость было играть после того как я держал 30 побед или сколько там получил богословение в убрать об убегра на 10 дней да то есть его продлил я забил этот вент тупо потому что он настолько нудный ё-моё я просто в афиге я вот устала 34 37 боев 34 победы башню эту начал все прокачивать там стрельбу без штрафа двоевые всего все дела то есть здоровье она мне там 1300 1400 что ли где-то урон и блин а так долго вот эти бои не идут но был на свет великий эксперимент да там бои это быстрее были но их было много и здесь их тоже не так уж и мало 29 мая тебе надо управиться провести 72 гребаных боя по моему 12 сражений в день для нас сражений в день это много ну как по мне как опять для рабочего человека то есть ты приходишь и начинаешь проводить эти самые 12 сражений если разбить до 29 мая включительно то я надо провести по 9 сражений за день то есть я посчитал это все равно много бои достаточно долго идут чем выше забираешься естественно тем труднее сражаться также идешь в госфуле я играл рыцарем света бафером что-то получалось что-то не получалось единственно почему я сюда пошел потому что очки статус здесь дают то есть очки гилье наемников ты этим самым прокачиваешь но тем более здесь дали 5 эликсиров восстановения и благубега вот на это у меня честно поссать надо редких существ потому что существа это дело наживное так скажем вот 5 эликсиров восстановление очень хорошо подходят потому что но не стоит полторы тысячи и зазорно тратить их на на быстро сыграть проиграл там да и надо выпить и ступить вот такие дела короче она так на эти ивенты мне нассать кто-то писал что он специально сюда ходит чтобы покачать гильдию наемников в принципе наверное это правильное решение то что гильдия наемников после 10 начинается аскизатор на и ты уже чисто выбираешь задания каких поучаствует тебе а все у нас бой начался до забазарился ну хрен с ним ой опять три на три каких-то хаев жестких темная мамбы кстати это у нас маг которого мы не пробьем здесь у нас еще один маг которого на которого нам нассать 11 эльф и ну и чё ты хочешь так вот я на нее сейчас налетел в принципе я атакер мне конечно удобно но у нее 50 дефа и нету защиты а у меня нет атаки итак ну и не знаю короче тогда уберись хорошо хорошо нет этих пацанов точно делить не буду сюда поставить что ли два мага по стрелковые уже сразу понятно что не за нами правильно правильно прямо до кого ты жмешь прямо в центр наверно так бишь этих тоже вот так гриф у нас полетят этих делим напополам они будут кару накидывать накидывать к ругану руру так и ни знаю 0 так ватники развратники давать так тут в принципе закрываться все равно не от кого ну понятно кого миян добить до рыцаря поставил суда потому что он бьет на две клетки логический это хрень как 18 и 13 получается пожди 19 и 13 против неудобно я встал ящера снесу против 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 12 и 11 и вдвоем только вот этого чпокать кстати фурию устил свою под ящер интересно будет он дефицит побежит убивать ладно чуть придумаем наверное здесь я когда мы пойдет лук лук пойдет завтра мой он пойдет после мамбы которые сейчас всех не унесет 40 колдовства 40 колдовства пацаны но у меня слава богу и защита от магии в этом плане 17 очень слабо я бью почему мы сейчас с вами это просмотрим почему ну вот первых защиты вы сами видите не просто хреново куча во вторых 12 у мелкой от рыцаря 9 самом деле я не знаю друзья перс прокаченный шансов немного маны у него завались на высоких уровнях себя очень хорошо показывают темные эльфы маги хотя маны без ваша прям так уж но главное пошли драться нам стоять точно не с руки и даже не с ноги так ну и мы закучкуемся тут сразу же нас дуют правильно же 14 у нас реально сдуют охренеть ну надо драться ребят кстати почти максимальная планка прошла вот сейчас мы к руке ним на этого пацана да на грифончик одну кару мы бросим на я не знаю стрелков много умрет реально умрет очень много ладно давай пока сюда одну одну на грифон а грифон у нас сейчас взлетит взлетит конечно же на минотавра туда повыше в принципе я как бы атакер ну такой себе мне бы три удачи как у демона красного можно было бы что-нибудь изобразить ну тут конечно он такой себе 13 уровень все таки как-никак у меня беда сейчас с этим маги как я говорю очень сильные темные эльфы у них много колдовства и много защиты мне сохрани бы мясо у меня сейчас вот эти все лягут скорее всего чтобы я больше кару не мог дать ну да очевидный ход минус 32 потому что у меня защита есть от магии все таки я взял такую никакую попробую что-нибудь сделать принципе ящером унесли но это плохой показатель на самом деле что мы унесли его почти унесли и двумя отрядами то есть в идеале если рыцарь его снес сразу тогда можно было чем-то говорить еще но тут я стал конечно очень плохо сейчас у нее хороший выбор либо это либо эту кучу разгребет сюда метеор лучше ляжет он больше дамага нанесет чем вот эти четыре цели маны кстати не очень много тут в основном упор на колдовство у него или у нее идет вроде бы это пацан да ложит сюда причем почему-то бьет фурий и никак не касается моих двоих пацанов кара на них кстати следующая пойдет я наверное даже не буду стрелять вот этих понятно что это дебаферы что они и замедлят и но заметно не уже не один ход правильно то есть их можно не опасаться замедлит на один ход либо а что сделают ну вот я не знаю зачем это сделал хотя нет на это наверно лучше потому что сейчас просто под фокус попал то есть ящера сейчас уже разберу так вот это плохо сейчас иди лови а знаете почему сейчас я его выстрелю тогда моя задача по нему выстрелить и так считаю потому что кто там его поймать в принципе 11 до у них на не сделает а я выстрелю этот пока в дэв не встал они пока все в дэв не встали они встанут обязательно но дракон как вы ловите кроме стрелками правильно ошибка наверно со стороны ребята молодцы рушат гидру я щас посмотрю по уронам урона будут смешные конечно стрелок на рачке не один из самых рандомных вообще юнитов смотри 03 520 прикинь пацаны если максималка бы выпала просто 520 чё покрестимся и попробую ну пожалуйста удача 3000 урона это повезло ладно минус одна проблема ну кстати дракон улетел под ящера почему-то так замедлили минут понятно тут не избежать этого все равно неизбежное замедление неизбежное говно темная мамба орет так нечестно да пока еще как бы рано что-то говорить потому что таки задефанный маг но это здорово повысило так скажем наши шансы друзья так раз два три четыре ну на максимуму здесь мы пройдем этот успеет сходить а кто пойдет раньше пойдет раньше ангел то есть надо 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 да 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 надо подумать ангел пролетает сюда например да и он кого-то вот эту бабу убивает да нам надо на максимум уйти по сути то ну сейчас я помолюсь всем богам молитва даст нам немножко инициативы но самое важное боевой дух плюс один будет что может быть нам поможет 1 2 ну кстати я всеми встал под метёрку вот от этого козла но я не знаю будет он на армия не будет трогать потому что будет так про и хопа может быть теперь мы немножко быстрее будем ну да плюс 2 бд чуть-чуть инициативы чуть-чуть атаки защиты это все добро будет на нас достаточно долго держаться молитва до 64 хода то есть эта белка зависит от уровня отлично да правильно то есть ящер просто вызов вышел зачем-то и он сразу погиб то есть так не надо делать если вы играете магом защита вы картонный как бы для этих уровней я уже не сильно помню понимаете насколько он там картонный не картонный так ангела мне сейчас надо из-за под этой кучи мало выбирать 14 сюда опасно будет почему 1 2 надо ее добить надо убраться просто понимаете убраться сюда чертовой матери что если бы я добил вот этого подлетел да то я сразу бы вот этими двумя опять был бы в куче событий в под метеоркой а так здесь хотя бы прикрышка какая то есть то есть меня не заденет такой площадной заклинать другой вопрос у меня вот эти ребята сейчас стоят под ударом но удар от этого пацана наверно не сильно ощутим будет а до бомба я успею куда-то перекинуться кстати тому же мамба скорее всего может шмальну час тоже самое молнии сюда и тогда моих лучников уже практически не станет вот смотрите у него колдовство 27 до он на 300 шмальну у неё колдовство 40 она шмальнет ну на 600 пускай да не на перебор на 500 но многих убьет многих я уже такой выстрел все равно не повторю когда там 18 подожди 18 18 въедь я правильно написал это есть все таки не как-то через твердый знак она правильный по моему я не пойму чё она пишет или он пишет так тут я расступаюсь да ну надо бить ну да если не убьют я не совсем конечно расступил смело здесь вверх оголен но тогда на скорее всего еще сюда ударит полюбас не захочет повторения такого ну вот хорошая цель правильно потому что сейчас кара ага не знаю такой себе ход дорогая или дорогой какой-то там я уж не знаю так кору сюда теперь даем на ангела есть смысл дать коруха кирова знает да да кору дам но на разбеге должен быть ну ка отлично дракон не в дэфи поэтому может сработать так сейчас еще наша птичка прилетит чё это было такое хоть ударил бы что ли по нему какой смысл того там был так да по моему тут уже все что ли я не хочу загадывать мы все-таки против магов угром 7 и 2 но чё-то кажется что мы тут еще и уже победили сейчас давайте посудим как по дракон отработает ну и все автобой ну я доволен но это опять же видите расклад мага кинул прямо напротив атакера хотя прокачанная темная мамба достаточно прокачанная но все расклады сделали то есть со мной еще а парень у которого есть рушка вот эта вся херня так я конечно убью я конечно убью ну как не убью он добивать его а тебе что то есть ничего нету чё там кому еще кору а уже никому не могу больше кору дать могу только постреле ушки делать да ну давай так сюда попытаемся стрелка они попытаемся стрелки очень медленные сейчас потому что по стрелкам то он хорошо вдарить темная мама будет в принципе пострел гт-4 а он уже авто прожал вы чё пацаны попутали сейчас тоже фигас выстрелю подожди сколько 15 ну это же тогда на авто ну вся среди 44 снес все пацаны по-моему очень легкая победа мне давно такого не было в гт просто чтобы так прийти и разнести соперника причем у меня мясо осталось еще очень даже немало ладно друзья вот таким образом прошел бы и пожалуйста ожидайте следующих видео они обязательно будут вам всего самого хорошего здоровья вам и вашим близким и всем пока друзья до встречи пока пока